Сейчас мы будем заниматься конкретными болячками, детскими и недетскими, и как их лечить. Вот самая-самая первая, самая базисная проблема, это когда ребенок отказывается делать уроки за столом, упорно пытается делать уроки на полу, лежа в кровати, вот ты за стол не загонишь, или поделает, поделает уроки, потом отбежит куда-нибудь, чем-то другим позанимается, потом опять поделает, потом опять отбежит, потом заснет вообще, потом проснется среди ночи, что-то пытается успевать доделывать. Знакомая ситуация? Значит, почему это происходит? Обычно это порождает, кстати, у пап чаще больше, у мам меньше, массу отрицательных эмоций, почему это ребенок делает уроки под столом на четвереньках, а не на столе. Должен же делать за столом, а у него на столе бардак, у него на столе валяются всякие там недогрызанные яблоки и прочие странные вещи, а уроки делать на полу, что за безобразие. Значит, на самом деле эта ситуация объясняется очень просто. Чтобы делать уроки за столом, надо сидеть на стуле. Ни один нормальный ребенок в здравом уме и твердой памяти, то есть человек, чье тело еще не искорежено благами современной цивилизации, он этот античеловеческий предмет не выдержит. Потому что сидеть на стуле крайне неудобно для нашего тела. Очень неудобно. Значит, почему? Причин несколько. Во-первых, если ты садишься на стул, садишься на стул вот так, то бишь прямо. Через какое-то время ты так сидеть уже не можешь, потому что у тебя все вот здесь вот устало. Ты садишься на стул вот так. Через какое-то время ты не можешь дышать, потому что у тебя вот здесь вот все закрыто. Ты садишься на стул вот так. Через какое-то время у тебя затекла нога. В общем, это беспрерывный процесс мучительства, совершенно для нашего тела неприемлемый и неудобный. Для того, чтобы правильно сидеть на стуле, нужно этому научиться. Вот поднимите ручки, кто не был на моем семинаре относительно здоровья. Ага, ну многие, ну довольно много народу не было. Тогда мы сейчас быстренько произведем такой эксперимент. Давайте из тех, кто не был, кто сюда хочет выйти, ну вы нет, потому что институция сейчас не подходит. Идите ко мне. Так, пожалуйста. Так, тут человека все будет видно. Да? Садитесь, пожалуйста, на стулочек. По вашему ощущению, вы сейчас прямо сидите. Да? По вашему ощущению, она тоже прямо сидит. Да? Так. Теперь сделайте такую вещь. Возьмите себя вот так за ягодицей, расправьте ягодицей. Так, и поем затяк немножко, чтобы трамбоваться. Теперь несколько раз сожмите. А, сейчас еще не все, да, балок? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А вот сейчас помешку какую-нибудь возьмем. Так удобно? Угу. Ну, больно у меня. Надо, конечно, чуть-чуть повыше. Ну, ладно, что есть. А, вот сейчас сделаем удобнее. Теперь, пожалуйста, несколько раз сожмите только арус. Не живот, а только выручку. Только арус для того, чтобы копчик, вот это место, как бы потянулся в сторону лапка. Это не живот, там ничего внутри не происходит. Здесь ничего не происходит. Только так. Сожжали, посчитаем в пяти. Отпустили. Еще пару раз. Отпустили. Еще разочек. Держи, держи, держи. Отпустили. Теперь поем затяще еще раз, чтобы еще удобнее сесться. Теперь тут у вас более-менее удобно и свободно, да? Сейчас в спине стало ниже неудобно, да? Зато здесь в верхней спине напряжение сейчас есть. Руки заводим за голову. Вот сюда. Вот, вот. Локти вперед. Теперь смотрите, я вам сейчас буду помогать дышать. Ваша главная задача вот так не делать. То есть, вот вы сейчас ту же силу устойчиво, усидчиво. Все, что работает, только верхняя часть. Вот до сих пор. Понятно? Уже приятно. Видите, я не понимаю. Пою же тепловой. И вот так. Все, вот сейчас хорошо. Делаем вдох. И выдох. Носом, 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 носом. Расслабляем плечи. Нет, нет, держим руки. Делаем вдох. Плечи к ушам тянем. Плечик тянем. Поднимите к плечи. Не выгляните сами, кто плечик. Носом выдох. Расслабляем плечи. Расслабляем. Низ плечи. Низ. Делаем вдох. Плечи к ушам. Расслабляем плечи. Низ, вниз, вниз, вниз. Сейчас больновато здесь, да? Руки тут. Делаем вдох, слегка выкручиваемся, не сильно. Делаем выдох, бросаем руки вниз полностью. Сидим так, вот так и сидим. Вот так и сидим. Сейчас не думайте, делаем какие-то телодвижения. Скажите, пожалуйста, сейчас вам сидеть удобно? Нет. Напряжения нигде нет? Тепло пошло. Тепло пошло по правому щенку, напряжения в теле нет нигде. Правда? Да. Она ровно сидит? Нет. Кто сказал, что неровно? Что неровно? Расслабьте. Где неровно? Она просто расслабилась. А? Так как, где неровно? Подойдите, покажите, пожалуйста, где неровно. А, все сказали ровно? Что-то послышал? Да, ну подойдите, покажите. Расслабь, прослабь. Нет, ружья положите сюда и расслабьте. Да, подойдите спарсов. Где неровно? А, нет, как здесь внизу. Здесь? Да. Где неровно? Ну подойдите сюда. Где неровно? А ну неровно? Руку, а так и без. А, ну неровно. Ну что, неровно? А, ну неровно. А, ну неровно. А, ну неровно. Не ее ровно. А? Сидите, так, сидите. Так, может быть, значит, это визуально. Да. То есть она сейчас сидит совершенно ровно. Да. Да? Скажите, пожалуйста, как вам дышится сейчас? Хорошо. Хорошо? Обратите внимание. Держите. Сидите, как сидите, и ничего не делайте. Да. Обратите внимание, куда она дышит. Видно мои руки? На животных. Животом дышит. Плечи никуда не поднимаются. Дышит она. Может, специально глубоко не дышать. Не надо специально глубоко дышать. Дышит она ребрами. И сейчас вы сидите совершенно расслабленно. Да? Да. Но по-вашему ощущениям. Расслабьтесь совсем-совсем. По-вашему ощущениям вы сидите вот так, сутула. Да? Да. Значит, ну все сказали, что ровно. И сейчас еще и вас сфотографируют на вершение всего. Ну, что вы тоже увидели, что вы сидите ровно. Слышите, 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 слышите. Все хорошо? Угу. Угу. Итак. Ага. А теперь, пожалуйста, сделайте так, как вам кажется, что это называется ровно. Ага. Поезд прогибается. Ага. Сами поезды же. И поезд сразу появляется, да. Вот это башень? Да, прямое. Ровно. Оно прямое? Да. Это прямое? В смысле, вот. Где же оно прямое, когда здесь дугаете? Это здесь вот прямое. Ну, а где должно быть прямое? Вот здесь вот. Так, вот вам здесь прямое дуги. А вот вам... А вот вам выгодно. А близкое королево. Значит, так сразу становится больно. Так больно, да. И долго так сидеть невозможно. И хочется поездиться, и хочется куда-то выйти, и хочется, ну, изменить позу. Естественно. Спасибо большое. Спасибо. Вот сколько времени я сейчас учила человека сидеть на стуле так, чтобы у него ничего не болело. Спасибо. Спасибо. Разве это нормально? Человеку нужно специально долго учить такой базисной вещи, как сидеть. Кстати, все те из вас, кто работает сидя, у кого бессонница, у кого частые головные боли, у кого постоянное напряжение в спине, в плечах, в пояснице, одна из физиологических причин, это то, что вы либо сидите вот так, долго так не высидишь, через какое-то время вы садитесь так. А еще круче, вы сидите на всяких ортопедических стульях. Значит, на ортопедических стульях, то бишь мягких, у которых закидывается сидение назад, вы сидите вообще вот так. Вот таким вот образом. Ну, или вы впихиваетесь в спинку стула, и тогда у вас стол где-то здесь. Если вы припихиваетесь к столу, вам не повернуться и не развернуться. В общем, как ты не посади человека на стул, стул в принципе вещь неудобная. Поэтому в интернете изобретают массу разных прибамбасов. Стул, который стоит на одной ножке, которая все время двигается, ребенок на нем должен как-то там сидеть и что-то такое делать вращательное. Всякие шары, стулья под наклоном. Вот кому будет интересно, у меня там куча лекций в интернете, где я рассказываю про правильные стулья, на которых, если уже некуда деваться взрослым людям на работе, приходится сидеть. Но дома-то зачем ребенка мучить? Стул нужен для того, чтобы что-то делать за столом. Но зачем же что-то делать за столом, если существует пол и существует кровать? Я вас уверяю, если ребенок будет делать уроки там, где ему удобно, производительность труда у него от этого не снизится, а повысится. А если нужно рукой что-то писать, лежа или сидя на полу? Замечательно! Это очень удобно. Вы знаете, почему у индусов нет такой проблемы, как повышенный холестерин в крови? Никогда не догадаетесь. Они правильно дышат. А почему они правильно дышат? Они никогда не сидят вот на этом. Потому что в школе они сидят вот таким вот образом на полу, с досточкой на колене. То есть в досточке все равно нужно какой-то. Это если сидят, если на уроке сидишь и смотришь, надоело вот так сполз. И вот так сидишь и что-то пишешь. В чем проблема? Никаких проблем не наблюдается. Не говоря уже о том, что в наше время вообще не понятно, зачем писать рукой, все равно все печатается. Но не важно. Надо. Все, что можно уметь, лучше уметь. Но он не станет лучше писать рукой, если он будет сидеть, мучаясь на стуле, когда где затекает все, где мозгу не хватает воздуха, не вдохнешь, не выдохнешь. Поэтому пусть ребенок делает уроки там, где ему удобно эти самые уроки делать. Ему и так худо. Школа его и так достала. Не надо его еще дома доставать. Вокусы по этому моменту есть? Да, пожалуйста. С точки зрения врачей, скажем так, зрение должно смотреть на расстояние вот тут, вот, когда пишешь лежа, ну, так же сами, когда лежим, пишем лежа, то это слишком близкое расстояние для глаз, для того, чтобы... То есть это для глаза, я так скажу, с точки зрения врачей, все рекомендации, читать, писать и так далее. Как с этим, когда будет, если он стоит на клаточках и пишет, ну, и не читает в кровати, да. Как это смотрится тогда? Скажите, пожалуйста, а человек сам не чувствует, как ему лучше для глаза, как глаза напрягаются? Конечно. А? Нет? Только врачи знают. Вот чужие врачи, они знают, а я в моем теле не знаю, как мне удобно, а как мне неудобно. Я в моем теле не чувствую, когда у меня глаза устают, а когда у меня глаза не устают. Это если человек уже много лет прожил, привык к тому, что у него все время что-нибудь болит, привык к тому, что он кормит свое тело дрянью, тело уже к этому тоже привыкло и реагирует слабым повизгиванием. Вот если он к этому уже привык, тогда да, он не будет понимать, где ему близко, где ему далеко, он будет сидеть, упершись в компьютер, пока глаза из глаз в песок не посыпятся. Чем меньше ребенок, тем более чутко он относится к своему телу. И он сам разберется, на каком расстоянии ему удобно читать, на каком расстоянии ему удобно писать. Если ты делаешь лёжа, лёжа писать можно миллионам разных способов. Можно лечь на бок и писать одной рукой. Можно лечь на животик, вот так выгнуться и писать. Можно свернуться черепашкой и писать. Ты сам себя отрегулируешь, как тебе удобно. А самый удобный способ? Самый удобный способ, потому что многие дети так делают, они вот так вот садятся возле стула и чего-то на стуле делают. Так что любой нормальный, здоровый детский организм понимает, что стул это очень неудобно. Переобратите внимание. Когда я училась в начальной школе, у нас были оставшиеся, по-моему, с царских времен, ну не знаю, доисторического периода, парты. Значит, что такого была парта? Парта – это очень узенькое сиденье с высоко поднятыми ножками и отрегулированное по росту для ребенка, чтобы, потому что они шли от более низких к более высоким, и стол с определенным наклоном, вот с таким примерно, чтобы когда ребенок занимается, он бы сидел на седалищных костях, а не вот так выгибаясь и не вот так проседая, потому что вот узкая поверхность, она позволяет сесть только на седалищные кости, то есть, вы знаете, вон бугры. Тут уже шла спинка, которая не давала тебе сделать ничего такого. Ножки у тебя были вот так приподняты, что там была подставочка. Значит, и вот, и ручки у тебя были здесь, что позволяло тебе расслабить плечи, если парта была подобрана по росту. И там еще была такая открывашечка, которую можно открыть. Ну да. Еще была такая подставка. Значит, за такие приспособления, в принципе, теоретически сидеть еще как-то возможно. Но за тем, что находится в школах сейчас, вообще сидеть невозможно. О каком внимании, о какой успеваемости может идти речь, если, ой-ой-ой, ну что, оно само высохло. Если человека заставляют 40 минут подряд находиться в позе, в принципе, для его тела неприемлемой. Ну, естественно. Вот. Так что самое лучшее, что могут сделать родители детей, которые ходят в школу, договориться между собой, пойти к директору, показать директору элементарные принципы строения человеческого тела, объяснить, как улучшить успеваемость. И директор организует так, чтобы были удобные парты. Да, организуют. Смотрите, бывают школы разные. Бывают дирек... Секундочку, извините, пожалуйста. Бывают директора разные. Подход «нет» они не организуют. Это значит, не надо даже пытаться. Смотрите, извините, пожалуйста, я не закончила говорить. Любой подход «нет» это все равно невозможно. Он изначально непродуктивен. Поэтому не надо сейчас объяснять мне, почему это не получится. Мне это не надо объяснять. И никому из здесь присутствующих не надо это объяснять по одной простой причине. Если ничего не пробовать сделать, оно никогда и не будет сделано. Если что-то попробовать, или получится, или не получится. Ну, может же и получится. Наглядный пример. Моя подруга в Израиле, которая, послушав все мои лекции, пошла в школу, где учились ее трое детей, мало-мало-меньше, организовала там для, естественно, согласия директора, лекцию для родителей и для детей. Все все поняли. Родители скинулись денежкой. Я вам это хотела сказать. И купили парты. Да, в одном классе так было. Купили родители деньги. Да. Купили парты. Так, так, о чем парты? О чем речь? Так вот. Без директора. Так вот о чем. Нет, без директора это невозможно, потому что директор не может. Директор должен дать согласие. Это вот то, о чем я и говорю, чтобы директор дал согласие. А дальше родители решают сами, как это делать. Все просто. За этим более-менее сидеть можно. Ну, конечно, удобнее всего, естественно, сидеть на полу с поджатыми ножками. Тогда все будет хорошо. Дальше. Значит, когда ребенок не может долго что-то делать, бегает туда, бегает сюда, там все время вертится, все время крутится. Причин может быть две. Первая причина, как ни странно, сугубо физиологическая. Вот сегодня мы, опять же, не будем об этом подробно говорить. Кому интересно, посмотрите мою лекцию в интернете «Доктор, почему у меня болит?» есть такая часть человеческого тела, называющаяся кубчиком. Очень у многих детей просто из-за того, что они бегают, прыгают, падают откуда-нибудь, скатываются на попке с горки, еще что-нибудь такое происходит, кубчик уже в очень маленьком возрасте забит. Например, я получила травму кубчика, мне было 5 лет. Я очень хорошо помню этот момент, но поболела. Ну, прошло, поболела очень сильно. Ну, прошло, прошло, прошло. В детский садик я не ходила, сидеть мне было негде. Зато, когда я пошла в первый класс, вот тогда начались все несчастья. Мне стали оттекать ноги, и у меня начался постоянный хронический цистит. Это был кошмар просто. И чем меня только не лечили, и что только со мной не делали. Вот как только я болею дома, в школу не хожу, соответственно, или лежу, или хожу, но уж никак не сижу. Дома, я помню, бабушка все пыталась приучить меня сидеть на стуле, а я упорно забиралась на стул с ногами. Бабушка мне сказала, ну ладно, при своих ты можешь сидеть с ногами, это мне было 4 года, но при чужих так сидеть нельзя. Я сделала логичный вывод, что я никогда не выйду замуж. Значит, логично. Потом будет ходить чужой человек. Если я замуж выйду, я ж не смогу при нем сидеть на стуле, как хочу. Очень логичный вывод 4 года. Что, не логично? Совершенно логично. Я тоже так сидела, мама сказала, у тебя будут кримяные ноли. Да, 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 да. Если ты так хочешь сидеть, у тебя будет... Да, родители умеют что-нибудь такое сказать, очень хорошее, что потом на всю жизнь страха не обберешься. Так вот, соответственно, когда я стала ходить в школу, надо было сидеть на попе, но дело в том, что маленький ребенок, если у него с детства, с раннего что-то болит, он не знает, что этого не должно быть. То есть я считала, что это из-за меня была травма копчика вот этого, потом прошло, потом как-то что-то появилось, и я, поскольку я не очень сильно концентрировалась на всяких сигналах, которые мне посылало тело, и я не помнила, как было до травмы, потому что я и так все время болела. После травмы копчика, окей, ну там не можешь долго стоять, но это поясница. Значит, все не могут долго стоять. Я же не понимаю, что это только у меня. Я-то думала, что это у всех так, все не могут долго стоять, только остальные терпят, а я такая нетерпеливая, вытерпеть этого не могу, потому что во всех очередях, если мы с мамой стояли, я упорно садилась на пол, маму говорила, что ты делаешь? Встань! И я опять проседаю на пол, потому что копчик травмирован, вот эта область вся зажата, вот так, соответственно, все тянет, некомфортно, комфортно сесть. Это в свободной стране Израиль, человек, если сидит посреди и проехал улицы на полу, на попе, и с айподом что-то там занимается, это все нормально, никто его не спросит, все ли с ним в порядке, не посчитает, что он пьяный. А тут как-то, если тебя увидят сидящим на тротуаре, значит, ты обязательно либо нищий, либо пьяный. Почему? Не понятно, но как-то так. В воспитании так. Не знаю, почему. Объяснений внятных этому нет. Еще пугали девочек, не садись на асфальт, у тебя там застудишь все свое женское. На самом деле, маме было тупо лезть стирать платья, но сейчас уже есть стиральные машинки, не волнуйтесь, ничего ты там не застудишь. Попа для того существует, чтобы на ней сидеть. Земля и трава тоже для того существуют, чтобы на них сидеть. Никто ничего не застудит, не нервничайте. Это все сказки ваших бабушек, чтобы меньше стирать. Серьезно? Я не шучу, это правда. Животные все сидят, конечно. Да и люди все сидят в других нормальных странах, где и так все воспитано. Между прочим, в большинстве стран Европы тоже уже давным-давно все сидят на асфальте, там нормально, студенты что-то учат, читают, никаких проблем. Это все осколки советской эпохи. Вот. Значит, соответственно, когда у меня там чего-то болело, чего-то ныло, когда утром я просыпалась и мне было больно сходить пописать. Я считала, что так должно быть, что это у всех так. И поэтому я не жаловалась, потому что маленький ребенок, не имеющий длинного опыта здоровья, воспринимает нездоровье как норму. Заболел, значит, так должно быть, значит, у всех так. И поэтому часто дети с травмой попчика, они не жалуются, что у них что-то болит. У ребенка вообще за счет того, что компенсатурная возможность психики очень большая, у них чувствительность к боли гораздо ниже, чем у взрослых. У всех детей, потому что тело более расслабленное, стрессов гораздо меньше, а наша чувствительность к боли, она возрастает по мере нашего взросления. чем больше стресса, тем больнее нам то или иное воздействие. Поэтому ребенок нам будет чаще всего не жаловаться. Максимуша, можно сказать, мне неудобно. Чего ты все время ерзаешь? Неудобно. Всем удобно. Сиди как все. Ну, раз всем удобно, значит, она сидеть и мучится. Вариантов два. Либо он будет сидеть и мучиться, ему будет очень неудобно, то есть больно, плохо, дискомфортно во всей этой области. Его внимание будет на что уходить? На боль. Уже учиться хорошо не будет. Либо он скажет, ах, так, почему я должен быть как все? И начнет не только ерзать, но еще и хулиганить, чтобы отвоевать свою свободу. Вот назло. То есть два варианта. А ему ставят синдром нарушения внимания. Очень часто дети, у которых проблемы с копчиком, и они пассивы, а не активы, то есть вот, который и замер. Привет, сиди как все. И он замер. Они начинают засыпать. Вот они сидят на уроке, положил голову на парту и выключился. Почему? Чтобы от боли уйти. Чтобы уйти от дискомфорта. А дети, которые начинают хулиганить, это тоже очень часто по той же причине. Копчик травмирован, соответственно, и весь поток энергии нарушен. Не только физиологически неудобно сидеть. Сиди как все. Я не как все. И пошел за четвертеться, крутиться, дергать, леганить и так далее. Так что очень часто элементарно, физически, надо научить ребенка поправлять себе копчик. Мы сейчас не будем подробно останавливаться, как это делать. Это я все-все там объясняла на лекциях по физиологии. Как людям себя лечить, так же точно и детям помогать. Они тоже могут сами себе хвост поправить. И звуком могут поправить. Звуки мы сегодня основные получим обязательно. Мы это сделаем в самом конце, потому что те, кто у меня на семинарах уже был, звуки учил. Если захотят, могут пойти. А те, которые не было, будем работать со звуками. Будем звуки учить. Окей. Следующая причина нарушения внимания, в кавычках, когда ребенок почитал, побегал, почитал, побегал, почитал, побегал. Элементарно ему скучно. Ему этот материал не интересен и зачем нужно, совершенно непонятно. У меня был такой наглядный пример, потому что там в Израиле сын одного из моих родителей, из моих друзей, то есть сын одного из моих друзей, 8 лет, его там уже к психологу водили, ему какие-то годы дали из-за того, что им было нарушение внимания. Мама уехала куда-то учиться, а папа, это мой хороший приятель, с двумя вот этими детьми, там младшая девочка и вот этот вот мальчик. Мы все вместе решили поехать отдохнуть на природу. Папа сказал, так, на природу можно будет поехать, только если сын сделает все уроки. Я говорю, а можно он сделает уроки на природе? Он на природе никогда не сделает, говорит умный папа при сыне. Он и дома-то не делает. То есть уже установка, что ребенок на природе уроки не сделает никогда. Я ребенку так-то, ему говорю, слушай, давай наспор с папой. Папа считает, что ты никогда не сделаешь уроки на природе. Сын, давай наспор. Сын. Папа, а давай наспор. Я сделаю уроки на природе. Ну ладно, говорит папа, но смотри, если не сделаешь, сразу все разворачиваемся, едем домой. Все, ребенок замер. На нем колоссальная ответственность, если он не сделает эти уроки, из-за него будут страдать все. У него уже море вины. По колено заранее. И страх, что он их не сделает. Ну ладно. Приезжаем мы на природу. И он открывает эти тетрадки. И я понимаю, что он смотрит в эти тетрадки. Но видит он там бегемотов и крокодилов, которые зубами классно, говорит, не сделаешь, не сделаешь. Сейчас все поедут домой за тебя. А вокруг там собачка уже давно бегает. Младшая сестра его давно бегает. Пошла с папой хворост собирать. А он несчастно сидит перед этими бегемотами и крокодилами. Я ему говорю, помощь нужна? Ну смотри, тут написано на иврите, а я иврит читаю очень плохо. И понимаю тоже не очень хорошо. Но это на самом деле не совсем правда. Читаю я плохо на всех языках. А понимаю иврит я очень хорошо. Ну, я позволила себе немножечко соврать. То есть, несомненно, есть люди, которые понимают иврит гораздо лучше меня. Тем более, что это школьные термины. Поэтому я так чуть-чуть соврала. Не сказала, что я совсем не понимаю. Сказала, понимаю не очень хорошо. Поэтому тебе нужно будет прочитать мне вслух то, что там написано. И если я не пойму, о чем речь, объясните. Все, у человека появилась мотивация. Он из несчастного, загнанного кролика, на которого бегемоты и крокодилы клацают зубами, превращился в учителя. То есть, чтобы ему помочь, я поставила его на роль того, который будет мне что-то объяснять. Он мне прочитал вслух все домашние задания. Там, чем ему надо было. Я периодически спрашивала, а что это значит, а что это значит. В тех местах, в которых мне казалось, что ему сложно. Он разбирался, что это значит. Объяснял мне, пока объяснял, сам понял. Сам понял. Он быстро все решил. Папа пришел, говорит, папочка, а у меня уже все сделано, ты проспорил. Вот, то есть, нарушение концентрации внимания возникает тогда, когда ребенку, во-первых, скучно, во-вторых, страшно. Скучно, потому что это дурацкие задания. Мотивации понять их нет, потому что всю мотивацию убил страх. А еще убила фразы родителей, а он все равно математику не понимает. Я его таскаю по таким количествам педагогов, он все равно математику не понимает. Поставьте себя в подобную ситуацию. Вы работаете где-то, скажем, в каком-то конструкторском бюро, там, я не знаю, вы новый сотрудник в этом конструкторском бюро, рядом с вами сидит уже пожилой конструктор, каждые три секунды заглядывает в ваши чертежи, говорит, что ты там делаешь? Ну, кто ж так чертит? Потом начальник мимо пробудет, ну, что у вас тут происходит? Ну, это же молодой, он все равно не понимает, пока опыта наберется. Как вы будете работать после этого? Какого-то он берет. Пока этот сотрудник не помрет. Или на пенсию не уйдет, да? Что буря отрицательных эмоций, которая нас при этом захватывает, она нам вместо чертежа перед глазами, правильно? Вы думаете, у маленького человека в вашем доме при такой постановке вопроса что-то по-другому? Совершенно точно, конечно. То есть вот вам и нарушение внимания. А так как в нашем мире становится все больше и больше детей универсалит, универсалов. Знаете, кстати, почему? Потому что компьютерные игры способствуют тому, что у ребенка работают все каналы восприятия одновременно. И зрение, и слух, и тактильные ощущения. Поэтому в нашем мире становится все больше и больше детей универсалов. А дети универсалы, они в принципе, им не надо долго копаться в какой-то информации. И главный принцип, понял? Понял. Окей. Если когда-то мне это понадобится, я это за три секунды вспомню, за три секунды все выучу. То есть не надо стимулировать никаким способом ваших детей хорошо учиться. Вот все, кто меня увидит в интернете, не надо стимулировать ваших детей хорошо учиться. И почему не надо, сейчас я вам покажу пример. Значит, скажите, пожалуйста, есть среди вас такие, которые по своей специальности с химией не связаны, но в школе учились хорошо? Хорошо. Окей. Нарисуйте мне, пожалуйста, бензольное кольцо. Издеваетесь? Нет. Не издеваюсь. Девятый класс. Бензоиды и бензольные кольца. Нет, конечно. А, ну-то, конечно. Не надо. Да это никому на дух не надо. Конечно же. Конечно же. Но что вы, я помню, как, черт подери. Я даже не помню, что это впечатление. О чем мы речи? А теперь представьте, вы стоите с занесенным топором над плахой, называющейся учебник. И над этой плахой опущенная голова вашего ребенка, которому бензольные кольца, правила правой руки и прочие радости, химии, физики. Вот чем дышит большой продавик? Скажите мне, пожалуйста. Вы же хорошо учились в школе. Чем дышит большой продавик? Кто это вы? Большой продавик это такая большая улитка, которую изучают в пятом классе по биопазологии и большой продавик дышит кислородом воздуха, хотя живет в воде. Он выныривает, делает вдох и заныривает обратно. Оно вам надо? А в чем и речь? То есть, когда вы третируете ваших детей, чтобы они хорошо в кавычках учились, то есть запоминали весь тот бред, который впихивают в объем этих пустых, никому не нужных часов, если учить не объектам, а принципам, по которым эти объекты существуют, то всю школьную программу, как в школе академика Щетинина, можно пройти за 2-3 года, а не за 10 лет. Уже 12 лет. Еще круче. Ужас. В итоге, что я, я очень любила учиться, я ненавидела школу, лютой ненавистью ненавидела школу, но учиться я очень любила. К счастью, мои родители выучили меня, вырастили меня аутодидактом, то есть человеком, который способен получать информацию по интересующему его вопросу из разнообразных источников и способен находить эти источники самостоятельно. Как следствие, я помню из школьной программы сама, как таковой программы, наверное, очень мало, но общих подробностей так, как мы учили. Я не помню сейчас конкретную дату Куликовской битвы и сколько там полигола шадей. Оно мне нафиг не надо, но я человек образованный, я знаю, что Куликовская битва была, я знаю, кто с кем там бился, я примерно представляю почему, и вот в моем сознании уже есть целый пласт истории. Если мне очень понадобятся даты Куликовской битвы, я открою соответствующую литературу, я найду не только даты, я найду всю историю вокруг. Естественно, раньше вместо Гугла была энциклопедия. То есть не надо заставлять ваших детей забивать себе голову, никому ненужными знаниями. Учите ваших детей понимать принцип обучения. Это то, о чем говорил Жак Фреско. То есть если ваш ребенок сидит и пытается тупо решить какое-нибудь там квадратное уравнение, как его решить, почему его вообще надо решать, кому оно понадобится, нет, конечно, хорошо бы знать, как решаются квадратные уравнения в принципе. Объясните ему этот самый принцип. Вот саму формулу, как решаются квадратные уравнения. уравнение уравнения если и когда оно ему все-таки понадобится. Это желаничное. Многие зубрят. О чем речь? это вопрос учителя требовать детей вот именно то, чтобы они то есть я тоже не понимаю учителя, который просил детей выучить четыре текста, по которым у них будет на английском языке и попросил будет диктант. Она диктует, они должны писать. Все естественно получили три, два, четыре. Теперь идут переписывать. И я учителя на родительском собрании спросила скажите может быть есть какой-то принцип по которому можно это выучить? Я не спрашивала нужно ли это? Я уже спрашивала вообще реально ли это? То есть зачем детей проси делать то, что ну смотрите выучить и она мне рассказала все то, что делали со мной в свое время в школе когда надо выписывать слова с транскрипцией с переводом пытаться изучить и я понимаю что на меня это не подействовало но моя дочь которая просто-напросто на языке разговаривала в процессе играли они разговаривали она его за 10 лет получила так что она теперь может в любой стране мира на нем разговаривать то есть ее поймут и в общем-то я поняла что с этой учительницей на эту тему разговаривать бесполезно она живет еще теми мерками но как найти вот этот вот помочь ребенку вы знаете я думаю очень просто вот в этом вопросе я тоже очень благодарна моим родителям потому что мне к счастью моя мама всегда говорила мне совершенно все равно как ты учишься все другое дело что я училась на отлично потому что мне было лезь давать экзамены потому что школа была очень низкого уровня учиться мне было очень просто несмотря на то что я дислектик то есть пишу с ошибками читаю я дисграфия и дислектик пишу с ошибками читаю очень плохо кстати я поняла что в Латвии понятие дисграфия дислексии оно не очень распространено они знают что это такое. Кому интересно, обязательно зайдите в интернет и напишите дисграфия и дислексия. Что такое дислексия? Я вам приведу свой собственный пример. Это, кстати, очень распространенная проблема сейчас у все большего и большего числа детей, и этому есть объяснение. Сейчас расскажу, какое. Что такое дислексия? Буквы я знала уже в 4 года. У меня папа, когда у меня был 4 года, буквы и цифры я знала. У меня папа, когда у меня был 4 года, объяснил, что такое отрицательная система счисления. 4 года, вообще без проблем. Ну, он там мне еще звездные карты показывал, созвездия на ней, еще много всяких интересных вещей. Вот, то есть буквы я знала все, причем и русский алфавит, и латинский алфавит. Латинский алфавит я выучила сама, потому что, если вы помните, в советские времена продавались импортные куры в таких разноцветных целлофановых пакетах. И вот в советские времена вырезайте пакеты мыли, вырезали из них вот эти цветные картинки, немножко смачивали водой, наклеивали на кафе в кухне. Помните такое, да? Да. И вот, поскольку на этих цветных картинках были буковки, а я была ребенком непопытным, мне было интересно, что это за буковь, мне тыкали. И с 4 годом я уже знала полностью весь русский алфавит, весь латинский алфавит, все числа, свободно считала, там всякие стихи типа мухи, цокотухи знала наизусть. В общем, я была очень таким развитым ребенком, разговаривала совершенно свободно, там уже в 9 месяцев начала говорить, все было классно. И тут выяснилось, что эти буквы к словам не складываются. Это до сих пор так. Если я смотрю на слово, я вижу много-много отдельных букв. Чем длиннее слово, тем меньше у меня шансов его понять. Потому что там возникают какие-то непонятные палочки, черточки, это не проблема зрения. Я вижу буквы отдельные, очень хорошо. Это проблема понимания. Эти сочетания букв не вызывают в моем мозгу никакой ассоциации ни с чем. То есть для того, чтобы понять, что написано, я читаю как бы вслух про себя, то есть я проговариваю слово. Большинство людей, читая, видят слово, знают, что это, идут к следующему. Видят слово, знают, что это, идут к следующему. Дислектики так не могут. Поэтому они в принципе очень не любят читать. Для них чтение процесс достаточно мучительный, если информация не очень-очень интересна. Это мне не помешало притащить из Нома мою огромную библиотеку сюда, из Израиля сюда привезти, из Кашкента привезти в Израиль. У меня куча книг дома. То есть не значит, что я не читаю вообще. Для того, чтобы я что-то читала, информация должна быть очень-очень интересной. При этом дольше, скажем, двух-трех минут подряд я читать не могу. У меня перескакивает внимание, куда-то рассеивается, я отвлекаюсь, потом подамая голову, потом читаю дальше. Кто был дислектиком? Тесла, Эйнштейн, Маяковский, Гумилёв, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество людей, которым читать было сложно, всякую муру. Поэтому они много времени отводили на то, чтобы думать. Они получились вполне себе успешными людьми. Потому что, оказывается, чтение, оно не даёт тех знаменитых результатов, о которых нам говорили. Оно не делает человека образованным. Оно делает человека начитанным. В чём разница? Это как этот самый Гугл. Гугл думать не умеет. Гугл умеет цитаты выдавать. А человек умеет сопоставлять эти цитаты и делать из них какие-то выводы. Чем меньше у вас цитат в голове, тем больше шанс, что всё остальное вы дополните сами, ну и научитесь думать. Поэтому ничего плохого в том, что ваш ребёнок не хочет сидеть и читать, нету. Это значит только одно. Скорее всего, что он дислектик. Ему читать трудно. Значит, лечится ли дислексия? Во-первых, является ли это болезнью? Является ли болезнью отсутствие или нанесение музыкального слуха? Отсутствие музыкального слуха – это болезнь? Отсутствие способности читать – это тоже не болезнь. Человек с отсутствием музыкального слуха – это же не то, что он вообще не слышит. Он вот как-то с нотами там не совсем в ладах. Ему там фа-диез и фа, оно звучит одинаково. Ну, слуховой аппарат у него работает. То же самое, когда человек читает, это же не то, что он вообще не умеет читать. Он как-то читает. Просто медленно и с трудом. Я научилась бегло читать по-русски, по-английски. На иврите я до сих пор бегла читать не умею. Ну, вообще я не старалась. А бегло, относительно бегло читать по-русски я научилась 12 лет. Это было просто как прорыв. Вдруг ни с того, ни с сего я поняла, что я уже целых 5 минут подряд читаю страницу, у меня при этом не слипаются глаза. А так это были за счет того, что я универсал, аудиальные способности, наверное, я даже больше аудиал, потому что в визуальной там не все воспринимается. А за счет того, что я хороший аудиал, я запоминала на уроке все, что объяснял учитель, и на следующем уроке, не читая никаких текстов по истории, по литературе, выдавала все то же самое чуть ли не наизусть. Это плохо? Ну, это очень хорошо. Дисграфия. Дисграфия это так. Моя мама очень посмеялась. В первом классе я сижу и переписываю текст. Я помню этот кошмар, когда надо было сначала точечки ставить на линеечку. Вот помните, в прописях, когда учатся, надо ставить точечки точно на линеечку. Через какое-то 3-4 минуты ты понимаешь, что мозг сейчас взорвется. Это безумное занятие. Все эти точечки разбегаются, расплываются. Посмотрите, пожалуйста, обязательно прекрасный фильм, который называется «Звездочки на поверхности земли». Он индийский, там много индийских песен и музыки. Ну, кто это не любит, пропустите. Но сам фильм посмотрите обязательно. Это как раз про такого мальчика, дисклектика, дисграфика. На земле не значит «Звездочки на земле», без поверхности, да. «Звездочки на поверхности». «Звездочки на земле». «Звездочки на земле». Да, наверное, вы правы, логично. А как он пишет тогда? Если он считается буквально, то он понимает буквально? Пишет с трудом и с дикими ошибками, переставляя все возможные и невозможные буквы. Значит, когда я стала писать, все-таки, я сижу, переписываю текст. Я до сих пор помню этот текст. Текст назывался «Щенок». И я, значит, переписываю этот текст, переписала там четыре предложения. Мама подошла, говорит, ты что написала? Ну, щенок. Говорит, посмотри еще раз. Ну, щенок. А это какая буква? Ой! И вдруг оказалось, что первая буква, которую я написала, это буква «Ч», а не буква «Щ». И не потому, что я не знала, как пишется буква «Щ», а как пишется буква «Ч». Я не знаю, как получилось, что там оказалась буква «Ч». Мама на это посмотрела и сказала, да. Я представляю, какие габачки вырастут из этого чинка. К счастью, это все перевелось в смех. Вообще, я думаю, что моя мама меня спасла от комплекса неполноценности, потому что когда она поняла, что с этим ничего не сделаешь, ее ребенок явно не идиотка по всем остальным признакам, только пишет с дичайшими ошибками, при этом я прекрасно знала все правила русской грамматики. Разбудите меня сейчас, я вам расскажу, когда пишется «Скач», а когда «Скоч». И про все эти самые глаголы-исключения тоже расскажу. Каждый слышит, как он дышит, да? Все расскажу. Но только это не значит, что я буду грамотно писать. Мало того, когда я пишу, а пишу я всегда с ошибками, я потом читаю текст, я этих ошибок не вижу. И пока меня не тыкнут в это носом, а сейчас, значит, компьютер подчеркивает красненьким. Я смотрю на это предложение, на это слово. Что там не так? Я тыкаю мышкой, мышка выдает варианты. Я выбираю самый логичный вариант, обычно он стоит первым. Ну, красненькое подчеркивание исчезает. Что там поменялось? Бог его знает. Ну, правильно. Вот, причем, что интересно. Оказывается, сейчас существует метод, позволяющий скорректировать, очень даже очень-очень скорректировать эту проблему с дислексией. И я даже его на себе в Израиле попробовала. Вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, то ли и МФ, то ли и ИТ. Я могу посмотреть, кому будет интересно, даже в Фейсбуке, может, повешу. Есть в Израиле такой специалист, который этим занимается, корректирующая техника. Нужно пройти 10 занятий. Там сидишь как-то вот так, чего-то держишь, рукой куда-то хлопаешь, чего-то повторяешь. И действительно, после первого же занятия, аж целый час, это было невероятно. Я еду в транспорте, я успеваю читать то, что написано на домах, название улиц. Я беру билетик, который я получила в транспорте, и вместо каких-то непонятных закорючек, я вижу, что на нем написаны слова, имеющие смысл. В общем, это было очень интересно, потому что у дислектиков еще такой момент. Чем мельче текст, тем хуже понимание. Чем крупнее текст, тем лучше понимание, при этом со зрением у них все в полном порядке. Это не проблема зрения. Это проблема восприятия вот этих странных графических символов. Какие-то связи там, в мозгу. Это было очень интересно. Целый час сохранялся такой эффект, и на дальнейшие процедуры я не пошла. По одной простой причине. Потому что я поняла, что если я сейчас начну читать, я не вылезу из интернета и из книг. Я не вылезу. Все мое свободное мышление на этом закончится. Я превращусь в зомби, который будет глотать книгу за книгой, книгу за книгой, книгу за книгой. У меня начнется книжная наркомания. Или интернетная наркомания, которую мы наблюдаем у огромного количества людей. Поэтому дислектики, почему их сейчас становятся все больше и больше и больше? Чтобы они не разучились думать. Чтобы не превратились в информационных наркоманов. Так что ничего плохого в том, что ваш ребенок с трудом читает и с трудом пишет, нету. Пойдите к учителям, которые тиранят ваших детей, со статьями о дислексии и дисграфии. Дайте это учителям. Ко мне пришла мама с трагической совершенно историей. Ребенка отправили в школу для умственно отсталых. А он дислектик. Причем я этого мальчика знаю, мы с ним общались. Мальчик очень образованный, чудный мальчик. Но там за счет того, что плохая успеваемость, мама сама педагог. Мама требует хорошей успеваемости. Мама одна его растит, папа нет. Папа где-то, ребенок связан очень с папой. В общем, там куча-куча-куча всего. Он не может читать, он не может писать. Его притащили на какой-то тест, он там отвечает не в связи, потому что он не понимает, что он читает. И это естественно, потому что когда я в Израиле поступала в университет, я тогда еще не знала, что это дислектик. В Союзе не было такого понятия. В Союзе это было просто какое-то умственное завихрение. А там я проходила психометрический тест. И по результатам основного теста я попала на два самых престижных факультета на психологию и на математику. Нужно было набрать совершенно сумасшедший балл, потому что там проверяется не чтение и письмо, а именно ассоциативно-логическое мышление. А по результатам теста английского языка я попала в группу для тех, которые вообще не разговаривают. Хотя я, приехав в Израиль, свободно общалась на английском. Я ее это еще не знала. Почему это? Получилось, что нужно было прочесть текст. Условия стресса. Я и так-то его с трудом читаю. А еще условия стресса. Определенный промежуток времени. Нужно его быстро прочесть и написать там какие-то ответы. Все! У меня, как в этих звездочках на земле, побежали все эти буквы в разные стороны, и понимание свелось к нулю. И вот эта самая учительница английского языка, которая обалдела того, что я с ней стала общаться, говорит, что ты здесь делаешь? Не волнуйтесь. Это до первого письменного экзамена. Вы сразу поймете, что я здесь делаю. После первой письменной контроли она меня взяла за ручку, отвела к институтскому психологу. Институтский психолог меня протестировал. Оказалось, что у меня очень серьезная степень, там, самая высшая степень дискальция, дисграфия. И мне, человеку, учащемуся на двух самых престижных факультетах, параллельно, далее делать экзамены с аудиозаписями. То есть я сидела с наушниками в ушах, слышала вопрос в билете и отмечала кружочками соответствующие галочки. Очень даже просто-запросто, потому что в цивилизованной в этом плане стране Израиль такая проблема известная, к ней относится очень чутко. То, что она до сих пор неизвестна здесь, это проблема родителей. Это родители соглашаются, что их умные дети, если они умеют читать и писать, идиоты. Значит, задача родителей завезти в интернет, найти, что такое дискальция, дисграфия, есть тесты, протестировать своего ребенка, и если он дислектик или дисграфик, пойти с этими всеми данными к педагогу и требовать соответствующего отношения. Хотя, могу вам сказать, что мне с моим характером в школе даже помогло, что я была дислектикой, дисграфик, потому что у меня характер наглый. Я как раз отношусь к тем, которым, если скажешь, будь как все, сиди как все, то еще чего. И поэтому я выпендривалась и выкручивалась и выискивала всякие возможности, чтобы как бы преодолеть, не преодолеть мою проблему, она была непреодолима, а подстроить все общество под себя. И поэтому в 10 классе, когда нужно было выбирать, писать сочинения и сдавать устную литературу, я умудрилась убедить класс 44 человека проголосовать всем за то, чтобы сдавать устную литературу, хотя для них в тысячу раз проще было скататься шпаргалки сочинений. Но это нужно иметь определенную харизму, не все люди такие. Поэтому есть те, для кого дислексия является в школе основой комплексу неполноценности и потом в дальнейшей жизни тоже. Не всем повезет, не всем мама скажет, поняв, что у меня проблемы с писанием и с письмом и чтением, не всем мама скажет, ну и что, Губелев тоже такой был. Ну, Губелев это мой любимый поэт. Мама откуда-то знала, еще того, что она очень образованный человек, она знала, что Губелев тоже такой был, мне рассказала, все, область неполноценности не случился. Не всем детям так везет. Значит, огромной базой для разнообразных болячек ребенка, возникающих, когда он знает, что ему нужно идти в школу, может являться дислексия и дисграфия. Значит, соответственно, ребенку надо идти в школу, в школу он будет считаться, в школе он будет считаться идиотом, потому что не умеет читать и писать до сих пор. От одной этой мысли ему уже плохо, когда ему, к тому же мама, вся на нервах, если бы мама была не на нервах, по этому поводу, или папа, ребенок бы не болел. Он бы, как я, пришел в школу, сказал, а Губелев тоже такой был. И все. И его бы зауважали. А-а-а-а. А так дома родители наседают, в школе учителя наседают. Естественно, что он будет болеть всем возможным и невозможным, в зависимости от того, какому типу он принадлежит. Мы еще помним сейчас, наверное, вы все знаете, аюрведические типы, вата, пита, капха, да, это уже все знают. Соответственно, в зависимости от того, какому типу принадлежит ребенок, у него будут там, либо какие-нибудь диатезы, кожные аллергии, диареи, либо у него будут боли в шее, боли в позвоночнике, либо у него и бесконечные там, какие-то кашля и бронхиты, либо у него будут бесконечные сопли, бесконечное гной в ушах. Это зависит от того, какому типу он принадлежит. Но первопричина все равно может открыться в том, что человек, либо дисграфик, либо дислексик, либо в той и другой месте. По этому пункту понятно? Это мы с вами говорили о причинах нарушения внимания у детей. На физическом уровне стул и копчик, на психологическом уровне дислексия, дисграфия и опять же универсализм, то есть возможность быстро получить информацию по верхам, без объективных причин для углубления в этой информации. Вопросы есть? В советское время получалось, что дети, которые на горных, два на три оставались в первом классе, у них просто было вот это проблема, что у меня нормальный ребенок, у меня ничего не дает. Да. И в интернате туда, и туда. Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому таких учителей, предположим, как глубоко уважаемый человек Андрей Степанович Валевский в Питере, у него такие дети начинают добиваться совершенно фантастических результатов. Потому что, опять же, не всем так повезло, как мне, с характером и с мамой, которая в нужное время сказала нужную фразу. «Я сам помню, что в каждом классе у ребенка, который, как сегодня, у него сидел, ему сказали про чтить слово, он тут посидит и по двухам читает. Вместе он не может. Да? Годчик остался, в втором классе скулы и сеть. Да, да, да. Вот сейчас вот таким же образом отправили вот этого мальчика, о котором я говорю, ужасная трагедия, отправили в интернат для дефективных детей. И он уже второй месяц болеет. У него сначала случился грипп, потом, ну, естественно, что мать сама психует, если ребенка отправили в интернат для дефективных. Да, он прошел комиссию. Он прошел комиссию. Вернее, он не прошел комиссию. На маму надавили. А в этом случае разве нельзя или на медицинской работе? Там сейчас уже все решается. Просто мама... Можно, можно. Можно же разговаривать о том, что есть омажные обучения? Ну, конечно, можно. Еще как. Вот за счет того, что я все время болела в моем детстве беспрерывно, значит, я, вот если вы помните, в Советском Союзе был второй канал российский. Это был обучающий канал, на котором... Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому, когда в первом классе я переписывала с доски пример и написала вместо 5 минус 3, я написала 3 минус 5, я же дисграфик, я поменяла их местами. Для меня и так списывание с доски это был кошмар, ты поднимаешь глаза, ты видишь эту закорючку, пока ты доносишь до тетрадки, ты уже не знаешь, что там было. То есть вот, когда мне нужно списать номер с мобильного телефона, я не могу посмотреть на номер, запомнить, как он пишется и перенести его на листок. Я делаю так. каждую отдельную цифру. Так вот, я написала это самое наоборот, 3 минус 5, ну естественно, что ответ минус 2, это же я жупая. Проблема в том, что я в первом классе. Ну меня-то научил папа системе отрицательного счисления. Мало того, я еще там смотрела курсы по релятивистской физике, значит, я еще там тоже где-то там в 5 лет, в 6 лет, то есть еще до того, что в школу пошла, моя любимая передача была очевидная, невероятная. Вот, ну и, значит, соответственно, когда учительница подошла, говорит, это что такое, это ошибка, это неправильно. Я говорю, почему? Потому что нет такого числа минус 2. Говорю, ой, Рессароновна, вы не знаете, что такое отрицательное исчисление? Сейчас я вам объясню. Это как, когда время идет в обратную сторону, если корабль движется со скоростью, превышающей скорость света. Обалденно очень интересно. Ну, что такому ребенку делать в первом классе? Тяжелый случай. И таких детей сейчас очень много. Если же медленно читать, это тоже как это уже? Это когда оно есть. Это оно есть. То есть, в конце концов, ты читать научаешься, но ты всю жизнь читаешь быстрее. Ну и не, быстрее, на какие бы курсы скорочтения ты не ходил, быстрее все равно не стали. А что очень просто. Значит, не надо заставлять ваших детей хорошо учиться. Это дурацкое занятие. Неれる. قة. Да. Немного пушечка.